В храме села Владыкино во имя святителей Николая Угодника возобновлены богослужения. Пока они проходят только по субботам. Как отец Иоанн Бештин доставляет зимой людям, слово Божие узнала наша съемочная группа. Весна в этом году не спешит в Россию. В непрекращающиеся метели дороги перестали быть даже направлениями. Мы убедились в этом, отправившись 13 марта в село Владыкино. Не доезжая доселить бы в чистом поле, увязли пять легковых автомобилей. Водители этих транспортных средств и пассажиры спасали сами себя из снежного плена, как могли. Лопата, орудие труда, без которого иерей, и настоятель Владыкинского храма во имя святителя Николая Угодника, отец Иоанн Бештин, на службу в храм не отправляется. Откапывать застрявший автомобиль ему приходится практически всякий раз. Но во Владыкино его ждут прихожане. Сейчас, на данный момент, в течение зимы от Великого Поста, служба проходит только по субботам родительским. Служба будет следующая в субботу на похвалу Пресвятой Богородицы, так как у этого не получилось, не доехали. А так, в принципе, будет на Пасху. Ночью будет служба совершаться, после службы будут освящаться куличи. Сама служба начнется 23.30. Желающие могут приехать, помолиться в честь Светлого Христового Воскресения. И работы у нас ведутся, слава Богу. Есть жертвователи, которые помогают, которые посвящают и храм, и жертвуют деньги, которые сделали уже отопление, дай Бог им здоровья, которое еще, правда, не подключено, но уже документы делаются. Сделана левая сторона паперти. На следующий год, надеемся, правую сделать, чтобы уже храм приобрел свой первоначальный вид. И будем делать уже внутреннюю и наружную штукатурку. Храм открытый. Здесь можно постоянно приехать и помолиться. Всегда ждем вас. Кроме служб здесь совершаются требы. В храме совершаются абсолютно все требы. В том числе и крещение, и отпевание, и венчание. Также и на дом ездим, если необходимо. Ближайшие села здесь, в принципе, недалеко. И Селитьба, и Свящевка, и бывают, и из ближайшего Макарова приезжали раньше. Сейчас, слава Богу, у них есть священник, отец Виктор. Он ездит туда к ним. Ну, сейчас посещаю временно Александровку, езжу туда, служу в службе. С Подгоренки иногда приезжает. А так, кто, кому есть желание, все приезжают. Несмотря на всю тяжесть служения в сельском храме, ни близкий, ни легкий путь, медленное возрождение веры и очень ограниченное количество жертвователей, отец Иоанн очень рад тому, что его вынужденное отсутствие в этих местах закончилось. Скучал, конечно. Столько трудов сюда вложил. Было такое. Всегда вспоминал. И всех, кто приходил, и кто молился в этом храме, всех и там поминал, где служил. Ремонт в храме идет своим чередом. Темпа его, конечно, зависит от нашей щедрости. Но уже совсем скоро здесь появится тепло, о котором отец Иоанн мечтает, служа уже пять лет в неотапливаемом помещении круглый год. Напомним, служба в честь воскресения Христова на Пасху во Владыкинском храме начнется в ночь на 4 апреля в 23 часа 30 минут. По окончанию службы будут освящаться пасхальные яйца, Пасхи и куличи. Наталья Скрябина, Александр Белов, РТВ.